Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И у нас с вами рубрика, которая выходит не каждый день, а обзор по комментариям. Ну, Сафарчик, как мы уже с вами знаем, не так тщательно чистит. Что-то как-то не очень стал справляться он со своей профессией дворника. Это, видимо, наверное, смотрит пиратиков, хотя говорит, что нет, он не знает их на стриме. Сказал, не смотрит, понятия не имеет, кто они такие. Но у кого-то, короче, он учится, что комментарии чистить не надо, пускай их лучше будет много. Тогда и денег будет больше, потому что рейтинг будет расти. Ну, я для себя, слушайте, выбрала кое-какие комментарии. Из некоторых просто угорала, ребят, просто угорала. Ну, и, как всегда, решила с вами поделиться комментариями, обсудить с вами некоторые и восхищения, да, и возмущения. Поэтому, ребят, давайте будем читать и обсуждать вместе с вами. Но этот комментарий, который я сейчас зачитаю, просто напрочь меня убил. Ребят, я смеялась, потому что комментатор, наверное, не сообразила, да, что людей, которых она видит в кадре, никто не снимает, а сами они себя снимают. Видимо, думала, что это просто кино. Но когда вы перестанете снимать этих двух зажравшихся тюлений и лодырей, и людьми-то не назовёшь. Вот только и знают, что оба идут как кони, да ещё и за представленный цирк бабки получают. Как-то всё несправедливо происходит. А некоторые подписчики, как слепые, удивляются. Всё люди, кто это замечают, закройте ОИС, то есть закройте канал Ольга и Сафар. Если бы, если бы, но закрыть канал могут только Ольга и Сафар собственной персоны. И снимают они сами себя. И цирк этот показывают за деньги, да. Они сами выставили свою жизнь на всеобщее обозрение, получают за это деньги. То есть, получается, что продали свою жизнь. Да, именно сами. И никто их не снимает, кроме как друг друга. На халяву можно всё раздарить. Попробуй за свои деньги купить. А так налево, то направо. На пенсии за какие шиши Оля будет жить? Да, конечно, согласна Марина. За свои деньги она бы ничего не подарила. Мы уже с вами видели, как ей сказали, что раздай овощи, потому что на двоих вам слишком много будет. Просто посоветовали, что ну вот зачем столько много, если их только двое. Слышали, что Оля кричала нам, что а вы вырастите сначала, а потом будете распоряжаться. Что уже говорить про одежду, про постельные? Вы что, вы думаете, что Оля купила бы за свои деньги и направо и налево дарила? Да ни за что. Ну, а про пенсию. Оля, наверное, думает, что и на пенсии будет снимать. Да, и на пенсии будет снимать. И с протянутой рукой. Теперь она уже знает, как это можно, да, посидеть в стриме три часа. Либо рассказать, что денег нет, помогите, нужно на таблетки. И тут же сердобольные зрители откроют свои кошельки. Поэтому, ну, как-то будет жить. А, да ещё и Авито. Ещё Авито, где она тоже вполне может торговать своими соленьями-вареньями. Прочитала комменты. Бабищи, вы злые, потому что одинокие? Или это принцип жизненный? Дерьма вылил и зачем? Ольга не маленькая девочка. И уж, наверное, может сама решать, что ей лучше, удобней. Или она должна была остаться одна после смерти мужа. И заниматься самоедством. Жизнь одна, давайте будем добрее. И так зла на земле много. И, как говорил кот Леопольд, бабоньки, давайте жить дружно. Точно, точно, давайте жить дружно. Надо было изначально сказать Уралочке. Она не умеет жить дружно. Не умеет. А вообще, может быть, она когда-то и умела жить дружно. Но теперь она просто не может жить дружно. Потому что Сафар, видимо, так её учит. Жить не дружно. Ну, а про одиноких бабонек так не смешите, Людочка. Не смешите. И скажите-ка по секрету. А вы-то сама. Одинокая, аль не одинокая, что вам так нравится Уралочка, а? А, Сафар, зачем ты из Оли дюймовочку делаешь? Не похудеет она никогда. Ну, по поводу похудеет, не похудеет я уже говорила. А про дюймовочку, так Ниночка. Сафарчик у нас и из себя уже дюймовчика сделал. Ага. Только потом почему-то быстренько, прям быстрёхонько убрал аватарку. Ну, или аватарку. Напишите, кстати, как правильно ударение нужно ставить. Убрал, когда начали смеяться, где он прям дюймовый-дюймовый. Видимо, переборщил, либо просто фильтр не убрал. Оля, добрая женщина, помогает нуждающимся, что у блогеров редко бывает. Серьёзная надежда. Вы прям так знаете, что бывает у блогеров. Да, мы можем и без камеры помочь друг другу. Серьёзно, да? А на камеру помогают те, которые от себя никогда не помогут. И Уралочка бы не помогла, если бы на халяву ничего не получала. А с халявой чё не подарить, чё не подарить. А вот свои деньги она точно бы не тратила. Оля, приветик, покажи нам своё меню на день. Что ты кушаешь? Ты в стриме сказала яйца и орешки. А что ещё? Просто тут много диабетиков. Может, и мы с тобой будем кушать. Здоровья крепкого вам! Наташенька, вы как-то и у меня часто писали. Диабетикам кушать то, что кушает Оля на завтрак, кушать нельзя. И Уралочка сама не знает, что нужно и можно правильно кушать. А она как раньше кушала, так и сейчас кушает. Или вы думаете, что у Оленьки вашей что-то изменилось? Жёны их там принимают в любом виде и терпят всё. Не верь ему, пусть работает. Кто? Детям, брату, всей родне. Дура ты, Оля, в любовь веришь. Молодец, хорошо пристроился. Ну, видимо, Сафар сказал, что у них так полагается помогать всей родне. Ну, а кому Олюшке ещё помогать? Своих детей у неё нет, поэтому и приходится беспокоиться за Сафаркину родню. Кстати, я вспоминаю, когда Уралочка заказывала что-то детям, да, с Сафара. И она как-то какой-то наряд для девочки заказывала и говорит, какая у нас будет модница, моднявая или чё-то так. У нас нет, Оленька, не у вас, а у Сафара с женой. Какие злые женщины! Человеку плохо, а вы ещё больше сыпете соль на рану. Или от зависти, что у неё есть такой мужчина. У таких злых по жизни никого никогда ничего хорошего не будет. В своём глазу бревна не видят, а в чужом соломинку замечают. Будьте добрее к людям. Да, мы такие злые, мы такие злые, но вот смерти мы никому никогда не желали. А злые мы с какого вдруг перепуга? То, что мы, Уралочки, советовали меньше жрать, больше двигаться. Это злость, да? Так сейчас все восхищаются. Ой, и похудела, и на диете сидишь, и маникюр научили Уралочку делать, и брови, и в парикмахерскую ходить. Вот такие мы злые, прям злющие-призлющие, да? Ну, а про зависть это уже совсем неинтересно. Завидуем, завидуем и никак не назавидуемся. Аж обзавидовались все. Но не можем мы молча завидовать. Не можем мы молчать. Ну, и как будто у нас нет в своих государствах мужчин. Обязательно нам надо искать из Таджикистана именно Сафара. Именно Альфонса, безработного, чтобы тащить всю его семью на себе. Да, кормить, поить и еще ему на родину подарки родственникам отправлять. Прям обзавидовались, прям сил нет. Привет вам, Ольга и Сафар. Интересно живете? Постоянно разнообразие в делах, заботах, чего некоторым домулькам не нравится. Ну, и солнышко не всем одинаково светит. Пусть скрижечат зубами и учатся, как надо интересно жить. Удачи вам! Ребят, ну, а тут я вообще чуть не упала. А шо интересно за разнообразие у Уралки? Пожрали, поспали. На работу ходить не надо. На даче Сафарчик поскакал по грядкам. Уралка на качельке. Ярмарка. И всё! Разнообразие? Это разнообразие, Клавдия. Мне жаль вас. Миленькая вы моя, это ж как вы живёте, чтобы у Уралкина жизнь считалась для вас разнообразием. Честное слово, как же мне вас жаль, что в жизни вы действительно не видели настоящего разнообразия. Интересно, братики Сафара тоже с русскими бабушками пристроились? Ирочка, вот этого нам точно не знать. И, возможно, даже не узнать. Они, видите, даже на камеру-то не хотят себя показывать. Ну, а про свою личную жизнь и подавно. Хотя, может быть, и нет. Может быть, ещё Сафарчик не преподал им урока, да? Ну, хотя пример же есть. Почему бы нет? Почему бы нет? В общем, мои хорошие, вот такие вот прикольные комментарии. Даже негативные я нашла, с которых вот реально насмеялась. Но это зависть, что у нас с вами нет такого Сафара. Уже, слушайте, такая заезженная пластинка. И не надоело же писать такую чушь. Просто постоянно. С этой завистью уже просто ухохотаться. Напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свои мысли. Ну, а я хочу вам напомнить, что это моё личное мнение. Я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы все разные. Воспринимаем ту или иную информацию также по-разному. И это нормально. Жду, мои хорошие, ваших комментариев, вашего мнения. И, как всегда, желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания. И, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.